Продолжение следует... Приветствовать на нашем очередном мероприятии Директ Академии. Мероприятия Директ Академии вебинары проходят каждый день в 12 часов. И сегодня у нас вебинар Константина Николаевича Костюка, генерального директора компании Директ Медиа, который называется «Профильное комплектование по запросу. Новые инструменты ЭБС». Прежде чем предоставить слово нашему сегодняшнему спикеру, я хотел бы обратить ваше внимание на те полезные ссылки, которые я разместил в самом начале нашего чата. Первая из этих ссылок ведет на нашу главную страницу, на страницу расписания. И в нашем расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары, которые предстоят нам в течение всего учебного года, вплоть до июня месяца 2019 года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на который я вам настоятельно рекомендую подписаться. На нем будет расположена в том числе и запись этого вебинара, который уже ведется. А вообще у нас там количество записей вебинаров уже приближается к 350. Все наши вебинары фиксируются и записываются на наш видеоканал в YouTube. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов Директ Академии. Я рекомендую эту ссылку всем, кто хочет поучиться онлайн. В настоящее время на этой странице расположена подробная информация о семи курсах, предлагаемых компанией Директ Медиа и Директ Академии для обучения. В ближайшее время появится еще несколько курсов, так что возможности для онлайн-обучения достаточно обширны. Приходите к нам. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где после окончания нашего вебинара каждый сможет получить, приобрести сертификат об участии в данном вебинаре. И я хотел бы проанонсировать. Оксана Валентина, в начале чата ссылки. Пожалуйста, отмотайте чат в самое начало и увидите ссылки на красном фоне. Я хотел бы проанонсировать три следующих вебинара, которые пройдут в ближайшее время. Три ближайших вебинара. Завтра в 12 часов. Вот прямо сейчас ссылки на них я разместил в чате. Можете зарегистрироваться прямо, не выходя отсюда, из нашего вебинара. Завтра в 12 часов будет вебинар, который будет вести директор по маркетингу компании Директ Медиа Марьяна Ганичева. Вебинар будет называться ВКР-репозиторий и студенческая наука. Вебинар расскажет об одном из сервисов университетской библиотеки онлайн. 12 в пятницу, обращаю ваше внимание, в 10 часов. Немножко нестандартное время, но это связано с особенностями календаря спикера. Пришлось пойти на уступки. Татьяна Телегина, наш постоянный и самый популярный, один из самых популярных наших ведущих, проведет вебинар «Технология работы с Элайбрери». Очередной вебинар, посвященный вопросам наукометрии. Ну и, наконец, 15 в понедельник, как вы видите, вебинар у нас проходит каждый день, каждый рабочий день. 15 в понедельник тоже наш постоянный спикер Наталья Логачева продолжит свой трек, посвященный подготовке диссертационных работ. И ее второй вебинар в этом треке будет называться «Публикация аспиранта-докторанта. Виды, требования, особенности подготовки. Как сделать так, чтобы публикация работала на диссертацию». Ну что ж, коллеги, у меня все, и мое вводное слово закончено, и я приглашаю на связь нашего сегодняшнего... Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать. Надеюсь, большинство из присутствующих – это подписчики нашей ЭБС, потому что сегодня пойдет речь о наших новых сервисах и подходах. Но, как всегда, в качестве прелюдии я поделюсь размышлениями о том, что такое профильные комплектования и какие-то общие тренды, вещи, которые звучат на конференциях, которые мне кажутся интересными. Ну, для начала, да, такое вот вступление, откуда вообще взялось понятие профильного комплектования. Оно, конечно, звучит повседневно и кажется неким саморазумеющимся подходом. На самом деле, вот те акценты, которые сегодня возникают, акценты на том, что комплектование должно быть профильное, оно вызвано специфической ситуацией, в которой мы находимся по комплектованию, вообще информационному обеспечению образования. И вот суть этой специфической ситуации отражена здесь на диаграмме. Эта диаграмма показывает рост контента в таком известном общедоступном ресурсе Archive.org, на котором собираются научные работы. И вы видите, что кривая этого роста, она линейна, она устремляется вверх и практически нет ей границы. Суть этого есть цифровая революция, которая позволила на порядке повысить нашу информационную емкость цивилизации, как я это называю. Можно печатать, писать, в общем, плодить новые тексты, прежде всего научные. И все традиционные подходы, которые были для работы, предназначены для работы с информационным потоком, вот ввиду такого мощного бронзбойта контента, они перестали работать. Это значит, что нам надо пересмотреть технологии библиотечного производства, библиотечного комплектования, хранения, в общем, всех технологий и понятий, которые были призваны сохранять знания. Потому что в тех, скажем так, упаковках и формах мы с вами это знание не сможем не то, что сохранить, но даже просто охватить. Оно вот возникает и в большинстве своем утекает, а нам все-таки надо что-то оставлять для потомства. Вот этот вот сайт Archive.org, он уже сегодня представляет полтора миллиона научных произведений, очень большую библиотеку. И понятно, что поток, который там в месяц происходит, он просто необозрим и ни для какого комплектатора было бы невозможно его охватить и вообще как-то контролировать. Вот наша электронная библиотечная система гораздо меньше, у нас всего 130 тысяч произведений, правда, это книжные, а не статейные произведения. И то вот при ежегодном пополнении около 15 тысяч произведений это более тысячи книг. Если библиотека небольшая, вообще, чтобы контролировать даже этот поток, уже требуется большой штат. Ну а ясно, что даже наши подписчики, ну никто его не контролирует, отдают просто в работу преподавателям, кто чего находит. В общем, как итог, работая с подобными массивами информации, нам надо смириться с мыслью, что технология работы с бумажной книгой больше не подходит. Традиционный наш порядок работы с контентом для цифровой эпохи совершенно не годится. А теперь чуть-чуть подробнее об причинах вот этой ситуации, что ее создает. Вот известная карикатура, которую я люблю, показывает суть вот этого информационного переизбытка. Морковка, конечно, нужна, без нее зайцу не прожить, но вот представьте, когда вот он оказывается в таком море. И каждый из нас, по сути дела, легко себя представит на месте этого зайца. И когда вот возникает такая ситуация переизбытка, то доминантное поведение становится не отбор и такая жадность еще и еще, а наоборот, фильтрация, отказ от информации. И работу, которую сейчас проводят специалисты информационной области, она, по сути, совершенно противоположна, чем то, что было лет 20 назад. Не столько приобретение и поиск новой информации, сколько анализ, мониторинг, учет для того, чтобы отказаться от ненужной информации и работать только по своему профилю. Но, чтобы и эту работу произвести, вот что удивительно, работу по тому, как отказаться и от чего отказаться, все равно приходится все это пересмотреть, держать под контролем, каким-то образом обработать. В этом наша проблема. А что значит обработать и как, в чем отличается динамика и содержание информационных потоков с обществом традиционным, здесь я его называю индустриальное общество, которым мы жили в 20 веке, и обществом постиндустриальным, сетевым. Информационное поведение отражено на этой схеме. Здесь основные информационные субъекты, которые работали в 20 веке, прежде всего это СМИ, большинство, большая часть производил. Дальше это, например, государство, как тоже субъект информационный, высылающий, и издательство различного рода, которые специально сдавали тоже какой-то информационный продукт. Все эти источники информации стремились подключиться к некому единому центру. И задача была этого центра, центральное телевидение, например, или центральные газеты, формировалась такая иерархическая система, задача которой была охватить всю существующую информацию на тот момент. Поскольку субъектов информации было не так много, это было вполне достаточно в неком едином дереве, в единой оси формировать такую информационную ось общества. Это более-менее получалось в 20 веке. Что происходит в ситуации информационного переизбытка? По мере роста субъектов информации, вот эти иерархические структуры, они просто отказывают, они просто не способны вот этого брать. Вот возьмем, как пример, кстати, книжную палату, которая сейчас реформа производится, и тоже у нее непростая очень жизнь трясет ее. Она призвана собирать и сохранять все издания в Российской Федерации. Кстати, в других странах такая же примерно ситуация. И это она вполне удачно с этим справлялась. До прихода цифровой эпохи электронных изданий, изданий Print on Demand и так далее. И как только вот эти потоки нестандартной издательской продукции, но по сути дела по содержанию идентичные и такой же качественные, достойные, вот эти потоки книжная палата не может принять. И вот выясняется, что сегодня какую-то часть она мониторит, вбирает, а какую-то уже огромную, существенную для культуры, для нашего информационной жизни часть она просто не может вобрать. Ни цифровые издания, ни издания печати по требованию в нее сегодня не входит, и вот они все время решают эту проблему, как им все-таки охватить. Это только что касается книг. Если мы возьмем другие виды информации, там ситуация уж точно не лучше. А что происходит? В информационном обществе меняется то, что практически каждый субъект может ощущать себя субъектом информации. Не требуется уже какой-то лицензии, какого-то особого права. Субъектами информации становятся авторы. У них появляется очень простая возможность публиковаться где-то там на YouTube, на платформах, на тех же научных репозиториях. Вот он уже полноценный субъект. Он хочет тоже влиться в эту систему иерархическую, но она его уже не пускает, потому что просто не может его осилить. И тогда вот это вот красивое иерархическое единство разбивается, расщепляется на такие островки, на хабы информационные. И информационная структура этого хаба отражена в левой части, когда вот такие небольшие субъекты начинают сливаться и работают с каким-то одним хабом. Но другие его не принимают. В то же время хаб это крупная величина и хаб способен как-то обмениваться информацией с другими хабами, передавать ее. Так, собственно, и возникает сетевая структура нашего общества. И вы видите, что хабов довольно много. СМИ тоже существует, но все это уже не в едином монолитном информационном поле, а вот в таком разорванном, клочкастом, в то же время в котором все друг с другом связано, но связано непрямыми путями. И то, что я назвал информационным хабом, имеет и другое название. Агрегаторы информации. То есть такие вот информационные центры, которые являются образом и подобием информационного монолита в 20 веке, но это уже не гиганты, не претендующие на охват там всего общества. А это как маленькие отражения, которые собирают то, что они могут собрать. Ну и в целом получая свою информационную ценность. Вот 21 век информационный это время агрегаторов. И конечно без них собрать и как-то воедино сплести вот этот хор рупоров многочисленных новых субъектов информации просто невозможно. Поэтому агрегаторы в нашем обществе абсолютно необходимы. И вот немножко другими словами обобщу то, о чем я говорил о существовании двух систем распределения информации. Первая иерархическая, то есть классическая, традиционная, в которой каждый источник информации стремится подключиться к информационной доминанты. А доминанта, прежде всего в лице СМИ, стремится включить всех. И в принципе это друг у друга получается. А вот в сетевой системе распределения информации каждый субъект ощущает себя самостоятельным источником информации. Он тоже стремится подключиться к информационным хабам, но доминанта уже не может принять всех. И возникает резистентность, то есть сопротивление, отказ от приема. То, что я уже указал, одной из ключевых функций становятся критерии отказа, а не приема этой информации. Вот в результате информационной связи становятся неледневными, сетевыми, и мы получаем наше сетевое информационное общество. И общее информационное поле теряет свою монолитность, а превращается в такое поле взаимодействия агрегаторов. Как некий продукт распада галактики контента. И исходя из этой новой ситуации, новой линии поведения новых субъектов, агрегаторов, на информационном поле возникает две принципиально разные стратегии информационного развития. Прежняя она опирается опять-таки на традиционные установки, но уже немножко превращенные в другой вид. Когда мы говорим об информационных субъектах, ну скажем так, об издателе. У издателей, как информационных субъектов, всегда стремление производить контент, укрупняться. И вот по мере укрупнения крупные издательства становятся заметными центрами производства информации. Они все время стремятся углубить свою индивидуальность, создать свой информационный бренд, занять все более важные позиции. Ну и быть самым главным самостоятельным, уже не включаться никуда дальше. Их внутренняя информационная политика становится символом качества. Они стремятся сделать там пусть меньше, хотя это тоже очень мощный по количеству, как правило, издателей. Но они стремятся к тому, чтобы контент был более качественный, более дорогой, более эксклюзивный. В нем большая часть бестселлеров, ключевых там звезд, авторов и так далее. Это вот одна такая политика. Вторая совершенно другая политика информационных агрегаторов, которые работают с многими и работают, как правило, с такими размельченными источниками информации, с мелкими субъектами. И они уже, они становятся голосом вот этого многообразия. Вне их участия, вот там масса небольших издательств просто не могла бы дойти до рынка, довести свой голос. И важно, что они не производят контент сами, а собирают его и выстраивают информационную навигацию, как бы не в свою пользу, а в пользу своих клиентов. И это, разумеется, совершенно другая информационная политика. И вот в современном информационном поле, вот из этих двух разнонаправленных трендов и возникает движение, такое взаимное развитие, столкновение двух этих политик, двух источников. Издатели повышают ценность контента, агрегаторы повышают ценность каналов. Издатели работают точечно, агрегаторы работают пакетно. Издатели стремятся к полному контролю над контентом, агрегаторы – к полному охвату аудитории. То есть, как видите, акценты немножко разные. Но, тем не менее, вот именно это взаимодействие два начала и образует совместное информационное поле, и надо вот видеть эти тренды, эти энергии и их понимать. И вот, в частности, на нашем научном и учебном рынке ЭБС-издатели, ЭБС-агрегаторы – это типовой частный случай такого взаимодействия. И, разумеется, в будущем ясно, что никто друг друга не убивает, так скажем, никто не вытеснит там или издателей, или агрегаторов в современной цифровой среде. Можно жить только за счет такого сбалансированного, грамотного, грамотной интеграции и взаимодействия. И вот, чтобы показать, насколько на наших глазах меняется ситуация на научном рынке, вот я создал такую диаграмму буквально в 10 лет последних, с 2008 по 2018. Это соотношение малотиражных и многотиражных изданий. И вот вы видите, в 2008 году около 70 тысяч изданий выпускалось тиражом более 3000 экземпляров. И только 40 тысяч, на треть меньше тиражом, менее 500 экземпляров. То есть доминировала такая многотиражка, скажем так. Буквально за несколько лет, точка пересечения была где-то в 2013 году, ситуация поменялась противоположным образом. И вот уже сегодня доминируют на книжном рынке малотиражные издания, меньше 500 экземпляров. Их уже около 60 тысяч в год. В то время как многотиражные, они уменьшаются, и вот эти вот ножницы полностью перевернулись, и они тоже продолжают расти. Малотиражность означает увеличение количества изданий, увеличение разнообразия этих изданий, и увеличение ниш, которыми заполняются эти издания. Вот в целом количество изданий даже растет, при том, что там тиражи очень сильно падают. Нига уступает свое место в плане тиражности, охвата, вот такого реального объема, но в плане тематическом, то есть количества наименований, никакого падения не происходит. Это причем цифры без учета всяких принт-он-демандов, электронных изданий и так далее. Это цифры Роспечать. Вот. Такие, кстати, ножницы, они возникают внутри технологии принт-он-деманд. Потому что, вы знаете, есть технология, работает с небольшими тиражами, там, 50-100 экземпляров, и работает с технологиями от одного экземпляра. В частности, мы, Direct Media, мы работаем в технологии от одного экземпляра. То есть, только когда поступает заказ, мы начинаем его печатать. Вот. И здесь тоже, вот эти маленькие тиражи продолжают снижаться, а вот один экземпляр, умение работать с одним экземпляром, этот сегмент растет. Все это следствие многообразия и того присвещения информационного, о котором я сказал. Ну что ж, вот это краткое такое введение в понятие, обзор, что такое агрегаторы, что такое самостоятельные субъекты информации. И это поможет нам ближе подойти к идее профильного комплектования. Но, соответственно, основное ноу-хау, благодаря которым агрегаторы возникли на рынке, это не профильное, в данном случае здесь противоречий нет, а пакетное комплектование. То есть, не точечное, не единичное комплектование, к которому мы все привыкли в 20 веке, по которому работал бумажный книжный рынок, а пакетное комплектование. И понятно, откуда оно возникло. Когда мы вспоминаем график архив орг, тот постоянный большой приток контента, то понятно, что информация в цифровой среде может организовываться только по потокам, а не индивидуальным товарам. Вот уже невозможно собрать вот это все просто по единице. И выигрывает информационной конкуренции тот, кто может организовать это по потокам. Вот агрегаторы могут и специализироваться на том, чтобы это таким образом пакетно организовывать. И, соответственно, чтобы подобный пакет массив контента каким-то усвоить в той же библиотеке, продукт уже должен быть предварительно подготовлен. То есть, библиотека, как таковая, не способна и не должна и не может формировать вот эти пакеты и их создавать. Она их принимает уже в виде готового продукта от агрегатора. Поэтому работа по комплектованию в новых условиях разделяется вместе между агрегатором и библиотекой. Агрегатор формирует пакеты, это тематические и другие коллекции, которые подключаются по подписке, пополняются затем в живом режиме. Вот коллекции – это библиографически оформленные готовые библиотечные продукты, а не полуфабрикаты, какими являются книги. Вот это, собственно, наша агрегаторская работа. Соответственно, библиотека выбирает пакеты разных агрегаторов, в этом и есть ее функция выбора, отслеживает в дальнейшем их пополнение, их профильность. И, как правило, вот к этой схеме дополнительно предоставляется возможность индивидуального профильного комплектования по книжному, выбора отдельных книжных позиций из издательских тематических коллекций. Но это в виде исключения, это дополняет общую картину пакетной работы. Здесь уже речь идет только о дополнительном комплектовании и небольшом количестве книг, как правило. Вот это, конечно, касается прежде всего нормальных наших библиотек, у которых не растут ресурсы, а наоборот сокращаются. Если, конечно, представить себе библиотеку, у которой была РГБ с штатом 2000 человек, то она, наверное, много еще может делать по старинке. Но в целом общество чувствует, руководство, вузы, библиотек чувствуют тренды и, наоборот, сокращают библиотечные штаты. Почему? Потому что библиотеки должны работать уже с готовым продуктом, который предоставляют агрегаторы. И тут не надо очень много людей. Это все выражение роста производительности труда. Вот таким образом электронная библиотека вуза сегодня, это продукт из блоков, а не кирпичей. И, соответственно, именно здесь и коренится рост эффективности производительности труда. Теперь немножко вернемся в историю. Какие пакеты? И вспомним такое понятие, как базовые коллекции. И как это начиналось. Базовые коллекции, которые у нас в понятии хорошо утвердились, это наиболее крупные пакеты и потоки с максимальным эффектом цена-количество. Больше всех книг, меньше всего на них цена. И обращу внимание, здесь я буду ссылаться на зарубежный опыт, первоначально международные агрегаторы, они начинали сразу с профильного предложения, с различных сегментов рынка, но довольно быстро выработали вот эту идею базовой академической коллекции. Ну, потому что она самая выгодная. И вот, в частности, Эпско и Букс Академик Коллекшн, известная на нашем рынке, библиотека NetLibrary, с которой это все возникло, Проквест со своей библиотекой, Ибрери. Все вот эти крупнейшие книжные электронные библиотеки имеют подобную базовую академическую коллекцию. То есть, по своей идее, это крупная коллекция, предлагающая репрезентативный набор книжного контента по всем базовым дисциплинам. Конечно, удобен он крупным вузам с большим количеством специальностей. И, по сути, вот такая вот базовая академическая коллекция – это некая электронная библиотека вуза в готовом виде. Про ее удобство я уже сказал. Единственное «но», которое уже обнаружилось в процессе работы с таким форматом. Как бы была невелика вот такая базовая коллекция и полна, библиотеки не рассматривают электронную, вот такую вот электронную библиотеку, как библиотеку вуза, как замену как бы собственной библиотеки. Они ее рассматривают всегда как одно из дополнительных элементов своей библиотеки. Как наполнение своей библиотеки, но не как, так скажем, равную величину. Библиотеки воспринимают любую коллекцию как одну из, в том числе какая бы она огромная ни была. Вот эта специфика восприятия стала понятна только спустя несколько лет. А для начала, особенно руководство всякой страны и так далее, очень любило идею огромной библиотеки, которая весь контент выбирает, и все можно обойтись без частных, маленьких, конкретных библиотек. И, в частности, когда возникла речь о электронной библиотечной системе для нашего высшего образования, то идея была именно такая. Поэтому она и называлась электронная библиотечная система, в которую входит весь учебный контент, и все проблемы решаются. И вы помните, что первый наш проект, книга-фонд, которым сегодня мы владеем, владеем, это и была такая реализация подобной идеи с максимально возможным универсальным наполнением русскоязычным контентом. Но потом началась конкуренция, и книга-фонда не получилось все книги собирать. В общем, все стало очень быстро понятно, что это тоже одна из, и рядом с ней появится другая ЭБС, и вот они уже сегодня появились. То есть идея изначально была подобна Вавилонской башне. И эта Вавилонская башня не была построена, как ей и положено, и постепенно стала отходить на нет. Вот последняя ее инкарнация, это национальная электронная библиотека. Вы видите тоже, сколько дискуссий и мучений с этой библиотекой, потому что там та же идея национальной, вообще полной, огромной, глобальной. И эта идея просто не удается. Она, это НЭП, ну такая же, хоть там уже 4,5 миллиона, но те, кто с ней работают, жалуются, что нет книг, что она все равно очень партикулярная, очень неполная, там нет главного. И главное, что ее все время колбасит, она то в одном направлении развивается, то научной литературы, то художественной литературы, то таким образом ее выполняет, то другим. Это просто синдром Мавилонской башни. Но не получится построить, и не надо. Вот, тем не менее, вот у базовых коллекций свои бесспорные достоинства, в частности гибкая стоимость и особая модель ценообразования, зависящая от величины вуза. Вот впервые нам именно в этом формате удалось сделать так, что большой пакет книг, там десятки, сотни тысяч, может подписать не только вуз с огромными деньгами, а практически самый маленький вуз. И вот эти книги, одна и та же библиотека, там крупному вузу будет стоить миллион, а небольшому вузу будет стоить 100 тысяч. Вот это вот с бумажными книгами никогда невозможно было даже представить. И это колоссальная выгода для возможности нашего образования. Вот. И второй момент. Сейчас как бы идет вот в свете профилизации комплектования очень много критики такой уничтожающей базовой коллекции, что это не нужно. Мешок контента, что нужно только то, что используют, что, ну, даже цифры приводятся, что от базовых коллекций в учебном процессе там используется 15%, допустим. Вот я сейчас не буду на этом останавливаться, потому что у нас есть цифры тоже довольно интересные, вот, в частности, отражены в нашей, ну, здесь на диаграмме, что несмотря на то, что, да, учебников там у нас 15%, их использование, конечно, намного больше, около 50, даже немножко больше, вот в нашей университетской библиотеке онлайн, подавляющее, да, 50%, но тем не менее 50% это не 100%, это всего лишь половина. А вторая половина это использование неучебного контента, вот, и в частности даже и непрофильного, научного, всякого, публицистического, информационного, справочного, периодики, в общем, очень много других видов контента, которые точно так же используются в учебном процессе. И хорошо, что это происходит так, если бы у нас было 100% или приближающиеся к что в университетах читают только учебники, ну, знаете, я бы в этой сфере не остался, мне просто было бы неинтересно. Может быть, я был бы школьным учителем или еще. Ну, просто не было бы современной цивилизации в таком виде, в котором мы ее имеем. Она питается, и прежде всего высшее образование питается многообразием источников, поэтому все вот эти бренды, которые я показал, рост информационный, агрегаторы, разнообразие, малотиражность книг, это все позитивные в своей сути явления информационного нашего развития, зрелости. Вот, и, соответственно, базовая коллекция, она в этом плане многообразия и полноты, она, конечно, очень большой козырь и благо. ЭБС снабжает не только учебниками наше образование, но и решает широкий профиль задач. Научную литературу, справочные, иные материалы, материалы для подготовки к экзаменам, для написания студенческих работ, рефератов, проектов. И, если мы смотрим статистику нашей ЭБС, мы видим, что в среднем книга прочитывается только где-то 10-30 процентов. Никто не читает книги от корки до корки. И это очень естественно для научной книги. И в бумажном виде брали всегда стопку и листали там какие-то разделы, главки. В электронном виде это намного, намного удобнее. Вот. Поэтому для полноценного работы, для вуза высокой категории, я считаю, обязательно нужна базовая коллекция, в которую входит масса такого научного, вторичного, как иногда говорят, вторичной литературы. Благодаря этому возникает возможность междисциплинарной работы, возможность быстро выяснять какие-то вопросы. В общем, вся ЭБС становится как некоторым справочником. И вот особенно мне как бы непонятно и обидно, что по нашей практике, что как раз крупнейшие вузы на научно-исследовательский, федеральный, они наименьший интерес проявляют базовым коллекциям по сравнению с нашими региональными клиентами, опорными вузами, крупными вузами, учебными вузами. Как правило, федеральные и научные исследователи, они подбирают отдельные коллекции, они любят очень точечную, покнижную покупку. Я это объясняю только одной причиной то, что там большие штаты и там есть кому работать с этой точечной выборкой. Вот о чем мы говорили в начале нашего вебинара. Собственно, они во многом исполняют работу агрегатов. Да, это комплектование более профильное, но если мы посчитаем с учетом вот этих затрат на работу с каждым издательством, изданием, посчитаем затраты, то мы поймем насколько это несопоставимо по эффективности с классической работой, когда агрегатор формирует продукт, а библиотека просто уже берет и выбирает вот эти пакетные продукты. Вот это один момент по отношению к крупным ВУЗам, но я считаю, что вот эти крупные ВУЗы, такие как Высшая школа экономики, как МГУ, они не являются нашими подписчиками, Санкт-Петербургский госуниверситет, вот эти все наши гиганты, которые входят в топ-100, они выживают и являются лидерами, конечно, благодаря своей работе с переводикой, ничего не скажешь, а вот в учебном плане это практика ущербная. И в основном, насколько я понимаю, вот их сотрудники, преподаватели и учащиеся, они питаются пиратским доступом, какими-то там изданиями из открытого доступа, то есть, по сути дела, их информационная подпитка, ну, если не слабее, то каких-то отношений ущербнее, чем у наших стандартных региональных крупных лидеров. Думаю, что это все-таки ведет к ослаблению, а не к усилению вот этих наших лидеров. Вот это одно соображение, а второе соображение о той системе, которая возникла в течение последних нескольких лет в силу введения ГОСов в ГОСов поколения 3+, и так далее. Вот в этих ГОСах постепенно все сильнее добавлялось требование обеспечения учебного процесса базовыми учебниками, в принципе дисциплины надо строго обеспечивать сегодня учебниками, и это, конечно, поддержало книжную отрасль, ну а с другой стороны, мне кажется, это нонсенс, когда только учебники требуются для высшего образования. Для гуманитарного, я как гуманитарий преподаватель МГУ в бывшем, но честно скажу, не нужны вообще учебники, и настоящая работа в тех же у настоящих лидеров образования, она ведется не по учебникам. В технической, естественно, научной, конечно, по-другому, но тоже не совсем по-другому. Сама установка обеспечивать информационное обеспечение учебного процесса только учебниками, это очень наивная, отсталая установка 20 века, она не соответствует современному информационному ландшафту. Слава Богу, что у нас есть интернет, что у нас есть вот это множество переизбыток информации, иначе на учебниках мы инновационно далеко с вами не уедем нашей гонки цивилизации. Так что надеюсь, что наши лидеры образования, они тоже понимают, что они учебниками едиными, и вот в свете этого, я считаю, базовые коллекции, они имеют большое будущее, и у кого есть средства, у кого есть амбиции, они всегда будут обеспечивать себя вот такими междисциплинарными, крупными, качественными базами. Ну, а мы потихоньку переходим к нашей главной идее, переход к профильному комплектованию. В свете сказанного понятно, что чем больше будет производиться контента, тем более жестко будет ставиться перед библиотеками задача выбирать, выбирать профильный контент. И уже сегодня это достаточно четко сформулировано на рынке, вот поэтому мы разработали новые инструменты, и среди них самый важный библиокомплектатор. Он довольно новый, сейчас тоже в работе, но немножко расскажу о его работе. Значит, для того, чтобы формировать профильно, то есть по тем отдельным предметам, которые интересуют вулс, но при этом в рамках того порядка, который диктует цифра, необходимо реализации несколько шагов. Во-первых, агрегаторы должны провести работу по сегментации и ранжированию профильного тематического контента. Было такое, что агрегаторы, мы в том числе, книга фонд, собирали все, что можно с рынка неким таким большим массивом. Пришло время, чтобы этот массив сегментировать и четко разбить по профильным стратам. Это большая работа, и вот ее мы и провели и проводим. Второе, что должны делать агрегаторы, необходимо постоянно отслеживать движение на рынке по приходу нового тематического контента и уже разбивать его по этим стратам. Учитывая, насколько велик этот приток и потоки информационные, это тоже очень непростая задача в этом бешеном темпе все раскладывать по своим ящикам. Эта задача должна быть решена. Третье, что нам нужно знать ландшафт потребителя. Каким вузам нужна какая тематика. Это мы тоже учимся. Мы уже не воспринимаем вуз как просто вуз и все, а понимаем какие специальности он преподает, как лицензирован, аккредитирован и какая ему нужна тематика. В каких объемах. Ну и наконец, чтобы профильное комплектование было полноценным, агрегатор должен реализовать услугу комплектования по запросу. Целевой поиск нужной литературы. Как я говорил в начале, это покнижное комплектование оно обязательно должно присутствовать, но как вишенка на торты, как идея последней мили, когда всегда чего-то не хватает в общем базовом мешке, и отдельные позиции нужно искать индивидуально. Вот это комплекс услуг, которые агрегатор должен реализовать, если он собирается формировать вуз профильно. А теперь я снова немножко перенесусь к нашим зарубежным коллегам и познакомлю вас, как это делается там за рубежом. Понятно, что это немножко там раньше все началось и сейчас довольно большой процент библиотек вообще научных и академических формируется по такому понятию Books Approval Plan. Это есть в переводе на наш отечественный язык профильное комплектование, которое опирается на предложение издательств агрегаторов по профильному комплектованию, то есть реализации механизма выборочного профильного комплектования. Вот как эта модель реализуется происходит предзаказ от библиотеки по неким параметрам тематики, издательства, которые нужны, цены, которые им нужны. Дальше сервис предоставляет возможность для библиотеки одобрить предложение или отказаться от него. Можно приобрести позже в желаемом формате электронном или бумажном. Библиотека здесь имеет свободу. вот эта опция предоставляется агрегаторами в рамках тарифа комплектования по запросу и дает в итоге возможность держать поток контента под контролем. ну вот выглядит это примерно так. Вот в частности известный сервис Oasis они реализуют это в удобном формате. Вот здесь не очень видно, но вы видите это предложение книг для библиотеки и несколько опций, которые можно реализовать с этой книгой. Эта книга подобрана по тематике, то есть по тем фильтрам, которые задала библиотеки, только поэтому она увидела эти книги. А дальше она может эти книги или приобрести тотчас, или отложить приобретение на потом, если нет денег, запросить формат, вот то, что я только что изложил. Основные параметры, еще раз повторяю, это тематика, предмет, ну и издательство часто. И доступные опции, подтверждение, отказ от подписки, откладывание, ожидание другого формата. Всегда можно видеть актуальную ситуацию. Это вот по тому, какой функционал для профильного комплектования предоставляет агрегатор. Вот другой аспект, как библиотека внутри ВУЗа работает со своими профильными кластерами. И вот здесь большое развитие в западных библиотеках имеет так называемый ЛИПД гайд, библиотечный гид. Практически в каждом университете он есть. это сайт библиотеки, разбитый на профильные направления. И практически по каждому направлению существует, крупному направлению существует вот такой гид для студента и преподавателя. То есть не ограничивается все какими-то сервисами типа электронного каталога, там тоже есть разделение, а это именно описание ресурсов ввиду того многообразия, которому подписана библиотека. Описание лучших коллекций каких-то отдельных описаний лучших авторов, бестселлеров, вот все что можно по этому предмету вкратце посвятить и помочь учащемуся. Вот интересно, что очень часто вот в этих сервисах для каждого предмета назначается свой куратор или сотрудник библиотеки или преподаватель. Видите, и помимо того, что дается информация, где что по этому предмету можно найти, всегда можно обратиться к консультанту и он вам расскажет подробно. Вот, я знаю, что у нас у передовых вузов тоже что-то подобное уже есть формируется, ожидаю, что в течение там нескольких лет это будет уже общая практика. Вот это профильное комплектование, когда и вуз сам точно понимает какой профиль он формирует и он здесь видите уже по каждому профилю формирует некую библиотечку, некий комплекс ресурсов совершенно разных источников. В этом наша взаимодополняющая работа. Ну а теперь подробнее что представляет наши новые инструменты комплектования профильными блоками. Мы их так назвали. У нас всего сформировалось около 28 блоков на основании 56 УГСН. Те, которые друг другом близки информационной технологии или объединяющиеся несколько таких как сельское хозяйство, мы их формируем в отдельный блок. И по каждому направлению разбиваем на виды контента учебники, монографии, переводика, справочная литература. При подписке ВУЗ, при подписке на профильные блоки, ВУЗ также помимо предлагаемой ему части базовой коллекции по профилю, выбирает из издательских коллекций, потому что они тоже, как правило, специализированы и разделены по различным профилям. Ну и третий элемент, как всегда, помимо того, что мы предлагаем пакетно по профилю, всегда можно по книжно, индивидуально выбрать точечные издания из любого места ЭБС. И все это добавляется ежемесячной рассылкой по обновлению своего блока, то есть примерно по той же логике, которую мы видели реализованы в зарубежных сервисах. А при формировании такой подписки библиотекарь имеет инструмент онлайн-калькулятор, который позволяет видеть цену подписки и как-то манипулировать гибко в зависимости от тех денег, которые у него имеются. Вот так вот выглядит страничка подписки на профильный блог. Библиотекарь сразу видит, сколько он получил книг, какие там категории входят в этот его профиль подписки и соответственно видит стоимость которая формируется и может добавлять убавлять. Вот все это тоже согласовывается с менеджером и уже подписка в этом виде фиксируется. Вот главное что мы добиваемся вот это я хотел бы донести то что каждый блок это по сути дело самостоятельный ЭБС это вот именно профильный самостоятельный самоценный ресурс по тому направлению который УС выбрал допустим по математике здесь можно найти но практически все направление УГСН по математике которая именно профессиональная можно здесь закрыть вот соответственно более широкие УГСН закрываются несколькими блоками разумеется здесь заложен ценовой эффект экономии ну а так сказать после формирования вот этих основных кирпичей блока есть возможность расширенного поиска по отдельным коллекциям критериям и изданиям вот и здесь опять-таки аналог который был бы интересен Эпско коллекшн менеджер инструмент который позволяет точечно добирать свою подписку и делать руками руками вот у нас эту функцию имеет расширенный поиск изданий по самым разным коллекциям и критериям для этого у нас реализованы все необходимые инструменты это классификаторы такие как ББК УГС по дисциплинам мы ввели новый с этого года вводим новый рубрикатор каталог основанный на ББК дальше мы даем информацию о сроках окончания прав то что о чем нас всегда просили о рейтингах учебниках дальше здесь есть фильтры по типам книг всегда можно удобно фильтровать подборку ну и сортировка по автору названию году популярности и так далее все инструменты работы вот так вот выглядят фильтры на страничке профильного блока вот здесь вот в верхней части вы видите можете выбрать только тот жанр или сегмент который вам нужен вот очень важно что сервис профильного комплектования находится в живом единстве с сервисом книгообеспеченности и конечно одно служит для другого в сервисе книгообеспеченности можно вести удобный поиск для формирования книг которые попадают в РПД вот то что я описал то есть выбор гибкий выбор книг из имеющихся это в принципе стандартный сервис он дает удобство но не позволяет выйти за пределы имеющихся контент а что если вот книги или целого направления у нас нет и нужный контент не находится вот в этом случае мы предлагаем две опции первая это рекомендации альтернативных изданий то есть если вы ищете какую-то книгу и ее нет мы стараемся предложить аналог и в нашей ЭБС почти по каждому изданию есть аналоги то есть всегда можно закрыть искомую дисциплину а вторая опция это поиск книг по заказу библиотека заказывает нужные издания агрегатор ищет это издание на рынке вот это конечно намного более сложный формат и собственно сегодня мы попытаемся до сих пор его никто не мог предложить и в таком формате работать мы попробуем для этого мы запустили вот на прошедшие несколько недель назад конференция арбикон новый сервис в рамках арбикона членом которого мы являемся который получил название гекарсар как совместный проект реализуемый реализующий консорциумный заказ что это такое ну это комплектование по заказу как было заявлено в названии нашего бензинара то есть вы всегда можете те книги которые вам нужны просто загрузить у нас и оставить на них заявку такая форма была невозможна прежде потому что индивидуальный поиск индивидуальной книги он всегда очень дорогой и исходя из этого там невозможно и только в рамках консорциумной модели когда существует можно собрать несколько заявок заказов это становится возможным мы это хотим попробовать значит схема работы вот отражена здесь все начинается с того что заключается договор участия в проекте ну должен быть наш клиент партнер на каком-то договоре далее каждая библиотека или вуз формирует свой список желаемых изданий или выбирает из других список других библиотек и вузов этот список согласуется синхронизируется оттуда убираются дуплеты и появляется картина сколько какое количество заявок существует на ту или иную книгу вот этот вот список мы согласовываем уже с каждым заказчиком подтверждаем его желание и готовность и когда мы достигаем некого порога скажем пять заказов то мы уже имеем возможность ее найти и приобрести вот тут и третий этап это уже наша работа производится поиск изданий вот а заказчик видит статус заключения договора подготовка публикации публикации этой книги когда полностью весь цикл пройден то библиотека оплачивает заказ и ей предоставляется доступ вот так что вот три таких этапа заявка согласование заявки и результат вот этот проект такой новаторский сложный мы считаем что он имеет будущее потому что традиционный формат через комплектаторов он опирается на такую что обязательно ищется индивидуальные книги электронный до сих пор не работал вообще с индивидуальной книги я считаю следующий этап нашего развития как раз вот такая работа ну и если мы взглянем на наше проблемное поле электронного ландшафта то видим что очень много серой литературы советского периода 80% а может и больше находятся вне зоны доступности библиотеки в электронном формате эти книги отсутствуют сегодня и более того около 40% по моим оценкам уже актуальной литературы который сдается сегодня она не представлена в электронном формате и недоступна на рынке или это как чей-то эксклюзивный контент что тоже проблема ну а часто издательства вообще не работают в электронном формате и просто невозможно такую книгу получить в общем наш проект позволит работать с подобной литературой и постепенно точечно добирать необходимый для вуза и библиотеки фонд вот мы надеемся что стоимость видовок коллективного сбора заявок будет небольшая ориентируемся от 3000 рублей ну а уже как это получится покажет ну что ж вот я вас познакомил с нашими основными технологиями инновациями которыми мы представили в этом году вот обращу еще ваше внимание на тоже последние интересные события но наиболее крупные у нас это завершение конкурса на лучшую студенческую работу Be First уже в третий год был проведен конкурс победители были награждены на международной книжной ярмарке в этот раз это было 36 победителей по 12 дисциплинам и конечно размах участников расширился более 700 вузов приняли участие представили 1200 работ ну а победила победили гран-при с наградой поездки на море Королева Оксана Игоревна студентка Тверского государственного университета за историческую бакалаврскую работу по истории это вот то что прошло сейчас анонс подобные конкурсы имеют очень высокие резонансы мы в ближайшее время планируем следующий конкурс запустить на лучшую монографию с 1 ноября прежде всего преподавателей ученых по всем базам университетских специальностей но это не просто конкурс не только конкурс на лучшую монографию но там номинация и научно популярный труд и учебный клуб приглашаем участвовать и сообщить вашим университетам о таком интересном конкурсе вот ну и наконец информация уже для наших партнеров но прежде всего тех кто не является нашими подписчиками мы сейчас проводим зимой просветительскую акцию бесплатное подключение к золотому фонду научной классики более 7000 зданий подобраны по всем дисциплинам которые достаточно прислать нам заявку и вы получите к ним доступ без всякой оплаты ну что ж спасибо за внимание теперь так вот это фотография с победителями конкурса бефес теперь какие-то вопросы так они прямо здесь как перейти на ресурс комплектования и попробовать с ним работать ну во-первых у нас есть старый ресурс старый сервис книга обеспеченности вот в рамках его преподаватели работают а вот если говорить именно уже о подборке это для библиотек которые хотят сформировать такие блоки наши преимущественно я думаю для не подписчиков потому что те кто подписаны на базовую коллекцию они в принципе там в основном это все имеют им надо только это выделять внутри вот а для тех кто не является подписчиком это вот этот сервис и предназначен вот он доступ к нему предоставляется по запросу вот вы после этого получаете видите вот эти окна в которых блоки представлены и уже работая с каждым блоком прибавляете убавляете что вам здесь нужно в простом варианте достаточно выслать запросы мы вам предлагаемые книги вышли в excel формате ну а в таком продвинутом автоматизированном вы сами играете с контентом и что-то добавляете убавляете вы видите стоимости состав вот в общем по запросу мы его предоставляем библиотеке ну а мы конечно в ближайшее время создадим рассылку и можно будет тоже обращаться так ну что ж там вверху вопросов нет все вопросов нет ну что ж коллеги большое спасибо за внимание вот надеюсь вот эти вещи вам придутся по вкусу и будут полезными а мы будем стараться на вас работать всего доброго уважаемые участники вебинара благодарю вас за участие разрешите поблагодарить нашего спикера сегодняшнего Константина Николаевича за интересный вебинар и хочу вам напомнить что за участие в вебинаре вы можете приобрести сертификат сертификаты для вас уже готовы вы можете перейти по ссылке которая приведена в конце чата ну близко к концу чата красным вы ее видите вот собственно и все да по этой ссылке вы просто вводите свою фамилию имя отчество либо адрес электронной почты находите себя и приобретайте для себя именной сертификат вот на сегодня и все я напоминаю что Директ Академия работает каждый день каждый день мы для вас делаем вебинар как правило в 12 часов приходите еще будет интересно до новых встреч в Директ Академии 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 в Директ Академия в Директ Академия